Стройка на пять звёзд развернулась в центре Москвы, и известие об этом весьма взволновало градозащитников. Как выяснилось, рядом с будущим парком Заряди возводят новую гостиницу. Впишется ли она в историческую застройку, попытался понять Антон Толмачёв. Археологи до сих пор находят в Заряди и керамику, украшении, предметы быта разных эпох, получая представления о жизни предков. В деревянном срубе 17 века, например, жили аскеты, а вот кирпичный дом по соседству строили явно зажиточные москвичи. Мы сейчас раскапываем слой 14 века, примерно середины. Параллельно с работами по строительству парка Заряди, здесь в историческом центре разворачивается и другая стройка. Если парк, как градостроительный проект, устроил большинство экспертов, в том числе и потому, что он открывает перспективный вид на Кремль, то к другому строительству вопросов есть немало. Новый гостиничный комплекс на 320 номеров должен появиться на месте доходного дома Персиц и здания страхового общества Якорь. Реконструкция предполагает сохранение двух фасадов и строительство пятизвёздочного отеля. Конечно, заказчик хочет максимально снести, поменьше оставить от старого дома, увеличить площади, сделать огромные окна. Даже есть идея сделать небольшие такие оранжерии в каждом номере. Изначально проект парка Заряди не предполагал появления гостиницы. И на самом деле отель строится не на территории будущей зоны отдыха, а на соседнем участке. Мы знаем про это строительство, но это частный инвестор. Но это параллельный проект, не относящийся к парку Заряди. Вы не боитесь всё-таки, что оно испортится, если всё-таки будет достаточно современным? Абсолютно нет. Мы живём в 21 веке. Наша компания отвечает только за реализацию парка Заряди, поэтому гостиничный комплекс подразумевает создание здесь уже частного инвестора. Амбициозный проект был представлен недавно на урбанистическом форуме. Общественники, независимые эксперты и даже некоторые архитекторы тут же возмутились. Кутуристичный дизайн, по их мнению, испортит исторические виды Китай-города. А в парке Заряди от видов стеклянного кокона вообще будет не скрыться. Ни на болоте, ни в тундре. Инвестор ООО «Турбо» и правда лишь ускоряет темпы работ. Вдоль исторических фасадов уже появились массивные укрепления. И юридический право реализовывать проект у него, конечно, есть. Однако и беспокойство противников проекта вполне понятно. Потому что прежде вид с набережной на Кремль закрывала самая большая в Европе гостиница «Россия». А теперь новый отель может стать таким же вызывающим элементом городского пейзажа. Антон Толмачёв, Павел Дицын, Дмитрий Сорокин. Вести. Москва. Продолжение следует.